Гениальный белорусский писатель Иван Мелеш назвал белорусов и свой роман про них «Люди на болоте». И я вижу, что чем дальше, тем ближе мы, белорусы, к этому состоянию. Людей, застрявших в болоте, в трясине. И застряли мы там все, немного по-разному, но каждый. Мы застряли, потому что боролись, а трясина Лукашенко нас поглощает, топит и убивает. Ебатьки застряли, потому что они-то думали, что все кончится, а убийства продолжаются, и ситуация не меняется к лучшему. И теперь они все соучастники. Даже Лукашенко там застрял, угрожая Западу, он все больше и тонет, а вытянуть оттуда его не может даже друг Путин, потому что они вдвоем, как Мюнхаузен и его лошадь. Но сказки бывают оптимистичными только в книгах. И за волосы себя самого вытащить из трясины не может даже синеющий психоз. А мы? А мы чем больше дергаемся, тем больше вязнем. Это не может нравиться. Тем более, что положение в выгляде с каждым днем как-то все страшнее. Мы застряли в политическом болоте. Мы не победили, и Лукашенко не победил. А всю страну сейчас затягивает в вонючую, липкую жижу. И скоро даже булькать сил не останется. И все живут вопросом, когда же все это прекратится? Отвечаю. Пока мы в трясине? Никогда. В политической трясине, как и в реальной дыргве, дна нет, и мы это уже почувствовали. И самый частый комментарий к действиям синеющего психоза его прикорытников сегодня дна нет. Из трясины нужно выбираться. Толпой, толокой, все вместе. Раз быстро выпрыгнуть не получилось, ну, значит, придется выползать. Для того, чтобы начать выбираться из трясины, нам нужны опоры. То, за что можно ухватиться и тянуть себя и страну в сторону твердой почвы и в сторону демократии. В нашем случае опора – это те легитимные символы Беларуси, что у нас уже есть и что были в прошлом. И никто не оспаривает их легитимность, даже притихшие от беспредела и батьки. Нам нужно схватиться за эти символы, как за монолит, за маяк, за опору, которую мы уже можем использовать, чтобы вытянуть себя из белорусского политического болота. В какой момент страна пошла не туда? В какой момент вместо твердой дороги мы свернули в тягучую и страшную трясину? Я думаю, и все с этим согласятся, это случилось, когда в 1994 году Беларусь избрала Лукашенко своим президентом. Это были первые и последние честные президентские выборы в Беларуси за всю ее историю за последние сто лет. В том числе это были первые и последние президентские выборы в Беларуси, где было два тура. Но выбор был явно неудачный. И на осознание, на признание того, что в 1994 году была сделана серьезная ошибка, у нас ушло 27 лет. Тысячи людей погибли, десятки тысяч покинули страну, десятки тысяч, а может и сотни тысяч отсидели в тюрьмах положенным обвинением, у сотен тысяч разрушена карьера, поломана семья, потеряно здоровье, украден или отжат бизнес. Значит, нужно вернуться к Конституции 1994 года и исправить ошибку, которая была сделана после ее принятия. Значит, нужно начать кампанию за возврат Конституции 1994 года. Все попытки принять любую другую Конституцию, по сути, обнуляют преступление Лукашенко и дают ему возможность в каком-то виде начать с чистого листа. Хотим ли мы дать Синеющему психозу еще один шанс остаться у власти на следующие 5-10-25 лет? Нет, не хотим и не дадим. То, что Синеющий психоз научился делать на отлично за эти 25 лет, это напускать болотный туман и дурить голову людям. Любая новая Конституция – это плохо, потому что это болотный мираж. Она еще глубже уводит нас в трясину. Не нужно туда идти. У нас уже есть Конституция 1994 года. Легитимная Конституция, принятая легитимным парламентом, после чего его попросту разогнали. Любая другая предложенная, а тем более принятая сегодня Конституция по умолчанию нелегитимна. Не нужно начинать строить страну зыбкого миража и отсутствие фундамента. Нам, конечно, будут говорить, что Конституция 1994 года не идеальна. Конечно, нет, она не идеальна. Но она близка к идеалу хотя бы в том, что она легитимна. У других проектов Конституции этого не будет. И пока мы будем искать что-то более идеальное, нас окончательно накроет за головой зловонная жижа в трясине. Мы и так уже всей страной оказались в концлагере. Нам нужно не нечто псевдоидеальное, а нужно то, что может помочь нам выбраться на твердую почву. От военной диктатуры к демократии. Ну и будем откровенными сами с собой. Абсолютно любой закон, даже самую идеальную Конституцию можно обойти. Особенно, если ее не выполнять. Нам будут говорить, что Конституция 1994 года не нравится. Типа, давайте напишем новую. Друзья, у нас нет времени на эксперименты. Мы тонем в болоте. Люди гниют в тюрьмах. Пока мы перебираем варианты, эта кочка мне нравится, та веточка недостаточно прямая, нас все глубже затягивает. Нам нужно что-то крепкое, на что можно опереться. И Конституция 1994 года пока более чем достаточно. Ну и самый главный вопрос. Мы знаем, что на сегодня Конституционную реформу в Беларуси настойчиво и упорно продвигает Кремль. В том числе, он продвигает изменение формы с президентско-парламентской на парламентскую. А вы точно уверены, что интересы Кремля – это ваши интересы? Может быть, парламентская форма была бы неплохой? Беларуси. Но то, что именно эту форму лоббируют Беларуси Кремль и Владимир Путин, заставляет серьезно насторожиться. Тут явно где-то подвох. И самое главное. Светлана Тихановская, еще будучи кандидатом в президенты 2020 года, обещала возвращение Конституции 1994 года. Это был очень важный пункт ее предвыборной программы. Многие голосовали за Светлану Тихановскую и за то, что она предлагала. То есть 9 августа многие из вас проголосовали, в том числе за возврат Конституции 1994 года. Важно, чтобы хотя бы со Светланой Тихановской наконец-то стали выполняться предвыборные обещания программы. Это еще одна точка опоры, используя которую мы все будем выползать из этого белорусского болота. Я проведу референдум по возвращению Конституции 1994 года, где есть ограничение полномочий президента и сроков его правления. Итак, какие опоры в Конституции 1994 года у нас есть? Первое. Разделение ветвей власти. Второе. Ограничение сроков президентства для одного человека. Третье. Ограничение полномочий президента. Четвертое. Автоматическая отмена союзного соглашения от 1999 года. Ну и вишенка на торте. Возврат Конституции 1994 года крайне нервирует усатое чудовище. Возврат, как некоторые говорят, Конституции 1994 года. Мы с вами это не просто прошли или прожили. Мы с вами это впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Ну, во-первых, не мы, а вы. А во-вторых, а что плохого творилось-то? Массово регистрировались общественные организации, политические партии. Массово стали появляться новые независимые газеты, радио и даже телеканалы. Да, вообще много хорошего стало происходить. А мы-то толком и не жили по Конституции 1994 года. Давайте попробуем ее вернуть. Синеющий психоз захватил власть и стал перекраивать Конституцию под себя. Но об этих событиях попозже. Давайте начинать еще раз. Исправлять наши исторические ошибки, убирать абьюзера и тирана с нашей жизни. Поэтому на любой вопрос про изменение Конституции или Конституционный референдум нужно отвечать так. Моя Конституция – это только Конституция 1994 года. Конституция, в которой значительно сокращены полномочия президента. Есть ограничения по количеству сроков пребывания на посту президента. А также обеспечено разделение властей и власти. Конституция, в которую не всунул свои грязные ручонки синеющий психоз. Нам нужна только она. Живей, Беларусь! Когда вы ставите лайки под этим видео и пишите свои комментарии не менее 7 слов, вы рекомендуете это видео для просмотра другим зрителям. Спасибо вам за это! Субтитры создавал DimaTorzok